Морф Челлендж добрался до Мариуполя, а так называют спортивный комплекс упражнений, который придумал американский пехотинец Майк Морфи. Он погиб в Афганистане в возрасте 29 лет. Сегодня спасатели, полиция, участники АТО, Национальная гвардия и просто гражданские участвовали в кроссфите по правилам американского лейтенанта. Как это было? Смотрите в сюжете мариупольских корреспондентов. Полицейский Евгений разминается перед стартом. До забега всего несколько минут. Это его второе участие в кроссфите. Победу целью не ставит. Больше проверить себя на стойкость. Для меня выполнение этого комплекса – это, во-первых, проверить свои силы, свою выносливость, ну и провести выходной день в кругу своих друзей. Готовились, каждый по-своему готовился. Здесь представители разных структур, кто, где, чем занимается. Но я уверен, что у всех получится и будет без травм. Силовой комплекс «Мерф Челлендж» профессиональные многоборцы оценивают как жёсткий. Участники кроссфита на старте надевают бронежилет весом в 10 килограммов. В нём бегут одну милю – это около полутора километров. Вдох, выдох после забега, подтягивания 100 раз. Затем 200 отжиманий и 300 приседаний. После выполнения всех упражнений участники возвращаются в начальную точку. Идёт подсчёт времени. Особенность кроссфита официальных победителей здесь нет. Каждый соревнуется с собой. Мерф Челлендж – это мировая традиция, приуроченная ко дню памяти солдат, погибших во время боевых действий. Отмечается в последний понедельник мая. «Все участники, которые сегодня пришли, они борются не за победу, не за перемогу, а за то, чтобы почтить память. И своим присутствием они сегодня вместе со всем миром поддерживают и кроссфит фэмили, и в том числе военную спельноту». Мариуполь к мировому кроссфиту присоединился уже во второй раз. Мерф Челлендж приняли около 50 участников. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова